Привет зрители! Мы с вами за рулем Mazda CX-30 Наконец-то! Многие из вас ждали Случилась самая свежая модель на нашем рынке от японской компании И очень-очень интересный автомобиль Более того, на момент рассказа про нее Она обладает отличным сочетанием цена-качество по нынешним временам И на счастье, все это благодаря тому, что можно машину заказать в базовой версии Да, там есть Supreme, разные варианты оснащения Но в целом, из-за того, что есть пакеты Вы можете то, что вам не нужно, исключить И у вас получится очень выгодная цена Например, там схожие CR, Crips Cross, даже Audi Q3 Они будут уступать Mazda по соотношению цена и ездовые возможности И в целом, я вам скажу сразу Mazda CX-30, это один из лучших городских, ну, кросс-купе или городских компактных Хоча-б, куда ни клади, в какую категорию Вот в этой цене и ездовых свойствах машина лучше Но про это я, конечно, поговорю вам позже, не сейчас Но сразу в своем мнении выскажу Действительно, 2200 машина стоит, вот Supreme базовая И, ну, Eclipse Cross сейчас стоит 2700 Вот в схожей версии Ну, вот так, да, то есть, понимаете Полмиллиона разницы, это очень существенно Кстати, с вами по-прежнему Road Get Detect Потому что это рубрика «Разгон до сотни» И что он позволяет? Вот что он позволяет, видите? Камера на 60 Четко бдит, работает, и причем не только по радарам Но и безрадарные модули, они активируются Благодаря системе GPS Вот такая мощная система Road Get Detect Выбирайте, и вам будет гарантирована защита от штрафа на дороге Облагодаря дисплею Вы сможете узнать и вашу среднюю скорость То есть защита будет максимальной Ну, а мы с вами сегодня разгоняемся Все-таки давайте попробуем Единственный вариант мотора 150 сил, автомат, 6 передач Давайте проверим Климат включен, все активировано Вас ждет два разгона Так что будем начинать Сначала с одной педали, напольной, кстати Давайте пробовать 6500 кружится мотор И автомобиль уверенно набирает ход Круто Кстати, обратите внимание Как интеллектуальный ограничитель скорости работает Скорее, он даже не реальный Да, вы можете узнать Где скорость примерно заданная По знакам или, допустим, городскому режиму И автоматически у вас видно превышение Очень круто сделано Потрясающе Мазда продвинулась дальше С точки зрения адаптивных вариантов На своем дисплее Это очень интересно Мне это нравится Ну, а теперь все-таки про разгон На эти фишки я вам расскажу Еще, да, укладывайте поворот Очень круто сделали Вот тепло аналогово Вот, действительно Мазда среди японцев Лично для меня Прямо вот выделяется Опять же, да И Тейшар И Клипс Кросс Ну, это не то Это не то А вот Мазда, да Мазда, да Но единственное, что Есть некая отдача в руль Легкая-легкая Да, но зато В ответ получается Насыщенное управление И Можно очень классно Автомобили ездить Очень драйверски Ну, и расход Да, расход 14.3 Кто-то скажет Что за расход? Ну, жарко на улице Да, на улице жарко И, естественно Все это окладывается В отпечаток На Не только Расход Ну, и эндомические свойства Что получилось? Ботовой разгон у вас В правом углу В Реальном Разгоне С двух педалей В рейс-лоджике Давайте посмотрим Рейс-лоджик 10.96 Ну, там Почти 11 Первый замер был 11 Второй 10.96 По паспорту Обещают 10.3 Где 7 секунд Спрятан 7.10 Не 7 секунд 7.10 Я думаю, что В колесах Потому что здесь 18 колеса А штатные 16-дюймовые Шины Ну, и плюс Полный бак В общем, есть Процесс Для того Чтобы Все это дело Ускорить Ну, и жара Не способствует Высоким Этомическим Свойствам Как известно Чем жарче Двигатель Чем жарче Вернее Воздух Входит Двигатель Тем Хуже Лидовые Свойства Очень интересно Работит Подвеска По Лежакам Казалось бы Что-то Кто-то Скажет Громко На самом деле Она С одной стороны Жесткая С другой Есть Энергоемкость Что-то У меня Очень удивило То есть Даже если вы Словите Такой Лежак Ничего Не будет То есть Есть запас Промкоемкости Это какая-то Жиролийная Что-ли Удивительно В общем Мазда По издавным Свойствам Прям Огонь Ни Ни Очень приятная Машина По рулю Прям Удалось Сделать Прозрачным Рулевое Но да Разгон Вы поняли 11 секунд Примерно Это не быстро Это не быстро Ну хочется В таком автомобиле Видеть Более Веселые Значения По мощности Но увы Это связано С нашими Российскими Историями Если вы посмотрите То все Вот Городские Условно Кроссоверы Хэт-хэтча Да Или Городские Компактные Кроссоверы Или купе Кроссоверы В общем Как хотите Так это Называйте Категорию Это специально Чтобы цену набить По сути Да Например Тоже Субару Хэксви Она тоже Тоже В 150 сил Ну вот они Все в 150 сил Потому что Сразу дальше Новая ставка Резко возрастает И машины Станут несоразмерно Дороже И их вообще Перестанут покупать Потому что Размер-то маленький А россиянин смотрит На размер В первую очередь Мы с вами Если вы не смотрите Ставьте лайк Комментируйте А если смотрите Конечно дизлайк Конечно дизлайк Не надо думать Что большая машина Значит сразу дороже Это не так Вот такая вот Мазда Очень-очень Интересный Очень зашедший Мне автомобиль Я кстати Умотивлен Почему На канале Да Посмотрите Сколько там Лет для вас Работаю Да Оцениваем С вами Издовые свойства Вместе Более Шины Маста А машин Точно достойные Вот как так Да вот так Не знаю Сложно сказать Вот такие вот дела Есть еще Рассказать Да Про супер Японскую Эргономику Конечно Которая Полностью Закрывает Здесь Обзор Да То есть Часть кнопок Вот он спрятан Здесь за спицы Часть вот здесь Вам еще Вот так Надо сделать Чтобы увидеть Но Тем не менее Возможности Маста И Все они Достаточно Исполнены На высоком Уровне Которые Хочется сказать Отдельно И это Обязательно Сделаю На самом Взрите Я обращаюсь Мы с вами Динамические Свойства Ощутили Оценили Зачет Зачет Красота Очень Здорово Сделано Видите Как можно Даже Ох Мощь 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 И еще Кстати Есть один Эффект Очень Интересный Если Вы не Будете Использовать Нопчику Тикдауна Да То есть Под педали То в мануальном Режиме Машина Держит Передачу На ограничителе Вау Просто Но Это Вы Видите Потом Уже В полноценном Рассказе Про автомобиль Я вам Это Покажу Неожиданно Неожиданно Очень Хочется Хочется Отметить Вот Подогрев Включим Подогрев Зеркал Чтобы Не было Забрызга В роли Дает В роли Дает Но Отдача Это Условно Она Слегка Сложно Слово Подобрать То есть Не совсем Отдача Как Например Это На Б0 Происходит На брежнем Дастере Там На Логанах Когда ты едешь У тебя Руль так вот Пляшет Здесь Какое-то Есть После После Ощущения После Ощущения Что Вот Какая-то Легкая Легкая Отдача Но Я готов Эту цену На самом деле Заплатить За что? За Безговорочную Вот эту Насыщенность По рулю Прям Вот Приятно Машина едет И Доставляет Удовольствие Динамикой И драйвом Даже со 150 силами Просто Классно Идет Мне Очень Нравится Ну Остается Нам Единственный Фрагмент Сейчас Мы С вами Соточку Покажем Посмотрим Какие Будут Обороты Ну Чтобы Трассу Сымитировать Я вновь Отмечу На трассу Я Не успеваю Вот Как Не крути И как Не крути Поэтому Прям Сразу Придавливаешь Очень Остро По газу Машина Прям Следует За Педалью Вот Давайте Посмотрим Что у нас Будет С оборотами Ну Как Обороты Соточка 2000 Но Даже Меньше Обороты Окей Могу Вам Друзья Смело Рекомендовать Такой Автомобиль Среди Класса Купе Кроссоверов Пускай Это Будет Так Это Лучшая Машина Для Городской Эксплуатации Единствен Кто Наверное Конкуренцию В какой-то Мере Может Оставить Это XV Но Та едет По-другому Это Гораздо Более Азартно Гораздо Более Динамично Именно По ощущениям Она Более Собрана Автомобиль Который Преимущественно В городской Эксплуатации Мазда Для этого Прям ощущается Она Прям Хочет Газа Прям Просит Не просто Я там Пройду Я прям Пройду Быстро Очень круто Сбрасываешь Газ Она ныряет Внутрь Потрясающе Потрясающе Вот тот Случай Когда Казалось бы Жестковатость Как раз Она сделана Для того Чтоб ты Хорошо Дорогу Чувствовал По рулю Были Отличные Усилия Тормоза Хорошо Работали Ну Опять же Работа тормозов Мы Больше Ориентируемся Работать Педалью Нежели Самую Эффективность Беседу Ведем Так что Так Очень хорошо Мне кажется Российская Прошивка Потому что Европейцы Так остро Не реагируют На педаль Газа Они говорят Эй Эко Норма Там Еще Там Что-то Здесь Прям Я Сама Острота По газу При этом Если ты хочешь Плавно дозировать Пожалуйста Дозируй Плавно Любой Каприз Мазда Осуществует Так что Друзья Мы с вами Прокатились По району Подробно Показал я вам Возможности Транс К сожалению Вновь Не удается Мне Сделать Потому что Не успел Физически Не успел Тест Получился Слишком Кратким Увы И ах Что называется Но зато Я успею Скорее всего Сейчас дождь Сойдет на нет Я вам Стенд покажу Дорожный Посмотрим Что получится Мне кажется Это интереснее Чем трасса Все таки Да Опять же Машина Скорее для Городских Движений Нежели для трассы Но и даже Как мы сейчас С вами промчали По городу На счастье У нас Хотя и камеры Всюду висят Но Ездить еще Есть Где Достаточно быстро Даже в трассовом режиме Мне кажется Достойно На мой взгляд Очень достойный Автомобиль Я вам Вон Ставительно Рекомендую Вновь хочу Это отметить Среди Купо Кроссоверов Ну Понятно Почему Клипс Кросс Плохо продается Да Ну Ц-шар Почему-то там Бьет В Европе Рекорды Но честно говоря Эта машина Лучше чем Ц-шар Это факт Вот Поэтому В общем Да Это интересно И лучше чем Кудри Кстати Тоже Хочется отметить Опять же Да Но Мощнее Не бывает А хотелось бы А хотелось бы Надеюсь Прощай До встречи Пока Продолжение следует